МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тамара Гверцетеля. Под открытым небом собралось 7 тысяч зрителей. Подвела только погода, было пасмурно и собирался дождь. Но по воспоминаниям коллег и зрителей, стоило только запеть Зыкиной, как небо над Коломенским посветлело. Неслучайно ее голос многие называли обладающим мистической силой. Мы ведь, понимаете, тайна исполнения песен у Зыкиной была своеобразная. У нее был мелодичный, необыкновенный голос. И в то же время тайна исполнения, она была настолько искусна, замаскирована. 1962 год. Поэт-песенник Лев Ашанин и композитор Марк Фрадкин создают песню «Течет река Волга» для панорамного кинофильма. Авторы хотели, чтобы исполнил ее в фильме Марк Бернес. Однако ему песня не понравилась, и в итоге для фильма ее записал Владимир Трошин. А после премьеры фильма в свой концертный репертуар ее попросила включить Людмила Зыкина. Именно в этом варианте «Течет река Волга» особенно полюбилась слушателям. В западных СМИ Зыкину называли «Мисс Волга», а песня на долгие годы стала ее визитной карточкой. И, как позже признавалась сама певица, определенным пророчеством всей жизни. Здесь мой причал, и здесь мои друзья. Все без чего на свете жить нельзя. 1 июля 2009 года сердце великой Людмилы Зыкиной остановилось навсегда. Певица не оставила завещание, и после смерти ее уникальная ювелирная коллекция, которую она собирала в течение всей жизни, исчезла загадочным образом. Когда скандал из-за наследства королевы русской песни перерос в уголовное дело, часть уникального собрания вместе с личными вещами Людмилы Зыкиной были обнаружены в доме помощницы Татьяны Свинковой. Но эзотерик Донна Лунна, ведущая по просьбе нашей программы расследования о жизни и смерти Людмилы Георгиевны, уверена, в этом деле прослеживается ближневосточный след. Я вижу, что след этих камней затерялся в Иране. И я знаю и вижу, что Людмила Зыкина тоже общалась с человеком, который сейчас владеет частью ее коллекции. Множество наград, званий, признания сильных мира сего и дружбы с самыми влиятельными людьми планеты. Казалось, что Людмилу Зыкину любили все – и зрители, и представители власти. У нее образ родины матери, той самой великой страны, где вы, наверное, тоже успели родиться. Образ масштаба, образ монументальности, образ искренности, правдивости. А что касается составляющих, голоса – это то, что выражает истинную суть человека. За что любили поколение Людмилу Зыкину, а за то, что она выражала своим голосом, тембром голоса и манерой пения. Все, что приносит в жизнь и в душу покой и гармонию. Попробуйте, послушайте. Забило сердечко Коренная москвичка Людмила Зыкина родилась в семье простых рабочих. Отец – токарь на заводе, мама – санитарка в госпитале для военных. Георгий Петрович, несмотря на свою рабочую специальность, всю жизнь грезил о небе. Жалел, что не осуществил свою детскую мечту – стать летчиком. Тяга к высоте передалась и его дочери Людмиле. Только вот осуществила эту мечту она по-своему. На музыкальный олимп Людмила Георгиевна поднялась в 18-летнем возрасте, победив во всесоюзном конкурсе молодых исполнителей и практически сразу став солисткой легендарного хора имени Пятницкого. Она была, понимаете, ну, если положить руку на сердце, я не думаю, что она была великим литератором, понимаете, могла бы быть, настолько у нее был какой-то красноречивый литературный язык. Безусловно, нет, потому что все это воспитание дается с детства. Это же все, знаете, как бисер, который все-таки нанизывают на ниточку, и потом эти узоры уже, они проявляются в жизни, даже в мышлении, в постановке фраз. Там было проще, но у нее была какая-то природная философия и глубина. Через четыре года после громкой победы во всесоюзном конкурсе Людмила Зыкина встретила своего первого мужа – инженера автозавода Владлена Познова. Близкие люди певицы удивлялись, чем он, простой, далекий от музыки мужчина, смог покорить ставшую уже известной Людмилу Зыкину. Сама певица признавалась, он смог возродить ее к жизни. Незадолго до судьбоносной встречи у певицы умерла мама. Артистка тяжело переживала горе и даже потеряла голос. Главное – свое богатство. Господь ее одарил таким гениальным талантом. Она действительно была гениальна, была великая. Понимаете, вот Господь же ей дал этот величайший голос. И с таким голосом еще никто не родился. Да, талантливые люди, да, талантливая певица, да, хорошая. Но такого богатства, красоты голоса, это дается, наверное, ну, а может быть вообще не дается. Людмила Зыкина еще трижды выходила замуж. Но каждый ее брак заканчивался разводом. Казалось, что за свою популярность и успех Людмила Георгиевна поплатилась женским счастьем. Но только близкие люди знали – в сердце певицы давно и надолго поселилась безответная любовь. Я говорю, что это, кто это? Она говорит, кто я тебе не буду говорить. Знаешь, он летом, весной обсыпал меня с ног до головы черешней. А зимой, когда я была в Кремлевке с воспалением легких, вдруг раздался его звонок. Еду. Я, набросив шубку, на халат бросилась. И Карина, он схватил меня, бросил в сугроб. И так целовал, что, я не знаю, почему же снега-то остались нормальные. Они не растаяли. Я говорю, Люся, а почему ты не вместе? Она говорит, он был женат. И там были двое детей. Это запрещено. Мне. Тогда написала ей песню про этот случай. Песня такая. Я о тебе и помню, и пою. Ах, если бы предчувствовать заранее, когда в судьбу мятежную мою ворвешься ты верхом на урагане. Я знаю, ты меня давно не ждешь. Людмила Зыкина не оставила завещание. И после смерти ее уникальная ювелирная коллекция, которую певица собирала всю жизнь, исчезла загадочным образом. Когда скандал из-за наследства королевы русской песни перерос в уголовное дело, часть уникального собрания вместе с личными вещами Людмилы Зыкиной были обнаружены в доме помощницы Татьяны Свинковой. По одной из независимых оценок, приблизительная стоимость коллекции Людмилы Зыкиной составляла десятки тысяч долларов. Ну, несколько тысяч долларов. Несколько сот тысяч долларов, но не миллионы. По просьбе нашей программы, эзотерик Донна Луна ведет независимое расследование о жизни и смерти Людмилы Зыкиной. Она, обладающая тайными знаниями о магических свойствах камней, умеющая входить с ними в контакт и чувствует драгоценность уверенно. В этом деле прослеживается ближневосточный след. По факту, любой драгоценный камень – это спрессованный углерод, а человек – углеродная форма жизни. И на протяжении многих веков человек и камень сосуществуют вместе. И известно, что камень выбирает человека, а человек всего лишь учится понимать язык камня. И даже в Древнем Египте для того, чтобы выбрать камень, любой фараон должен был провести ночь с этим камнем, для того, чтобы услышать его язык и понять, нужно ли его оставлять при себе, либо этот камень принадлежит другому человеку. Когда я изучала науку гемологию, мои великие учителя учили меня понимать, чувствовать и разговаривать с камнем. Потому что камень – это очень древняя и вечная субстанция, которая имеет, скажем, душу и память. И я считаю, что я одна из немногих, кто на самом деле действительно знает эту тайну общения с камнем. С драгоценным камнем. И начиная свое мистическое расследование о жизни Людмилы Зыкиной, о тайне пропажи ее драгоценной коллекции, общаясь с душами и осколками этих кристаллов, которые принадлежали ей, я с уверенностью могу сказать, что самые дорогие украшения сейчас находятся в Иране. В эфире нашей программы близкие и знакомые Людмилы Зыкиной, ее коллеги и эзотерики раскрывают мистические тайны жизни и смерти королевы русской песни. «Весь мой причал» «И здесь мои друзья» «Все без чего на свете жить нельзя» Именно эта песня стала для Людмилы Зыкиной визитной карточкой на долгие годы. В западных СМИ ее называли «Мисс Волга» и, судя по воспоминаниям близких людей певицы, не раз приглашали стать гражданкой одной из капиталистических стран. Ей обещали признания, частые сольные концерты и баснословные гонорары, но она так и не смогла оставить родные сердцу места. Каждый из драгоценных камней может рождаться в определенной местности. Например, янтарь на берегах Балтики, самый дорогой опал в Казахстане, жемчуг в океане. Эти камни, добытые в других местах, не будут столь ценными. Я отождествляю Людмилу Зыкину с драгоценным камнем. И, конечно же, это алмаз. Народная артистка Советского Союза, величайшая драгоценность нашей страны. И уехав из нее, она бы потеряла свою самую главную ценность. Эгрегор этой русской женщины, певицы, которая создает невероятную атмосферу и мощь именно в этой стране, именно в России, именно в Советском Союзе. Господь все дает. Нужно все отдавать. Любовь есть отдать. Бескорыстная любовь. Жертвенная любовь. У всех по-разному контакт с природой. Вот все рыбалка, рыбалка. Очень любил, потому что один на один с природой. Сижу с удочкой, держу, не клюет, ничего. Вдруг Зыкина подходит с виденькой и говорит, дай удочку. Я говорю, да, Люсь, не клюет совсем. Она говорит, ну дай. Я даю. Закидывает рыбку, закидывает рыбку. Я говорю, как? А я все изучил, все знаю. Она говорит, там меня всегда везет. Да? Я у всех подхожу, у меня клюет, а не у кого-то больше. Что это такое? Людмила Зыкина не раз признавалась. Ее главная визитная карточка песня «Течет река Волга» стала определенным пророчеством в ее жизни. Для зрителей ее жизнь была безмятежной, размеренной, как воды той самой Волги. В Советском Союзе Людмилой Зыкиной заслушивались и простые рабочие, и представители интеллигенции, и первые лица государства. А вот для Брижнева, конечно, была, безусловно. Зыкина – это была звезда для него прежде всего. Он любил Магомаев, он любил народные песни. И причем, понимаете, что нравилось даже Леониду Ильичу в творчестве Зыкиной? Наверное, вот совсем народные песни с таким ярким, открытым, но иногда бывает даже грубоватым звуком, он не очень любил. Знаете, как древние поют, он долго их не мог слышать. Это мне Галина Леонидовна рассказывала. Но ведь, понимаете, тайна исполнения песен у Зыкиной была своеобразная, потому что у нее такая была и классическая форма, и у нее не было какого-то, знаете, такого вульгарного звука. У нее был мелодичный, необыкновенный голос. И в то же время тайна исполнения, она была настолько искусна, замаскирована, что любая, даже народная песня или романс, она была настолько узнаваема, и подражать ей было очень сложно, потому что у нее были какие-то свои вокальные тайны, как она преподносила. В советские годы Виктория Лазич дружила с Галиной Брежневой, с женами советских дипломатов, и первая в Союзе открыла кооперативное кафе, куда любили приезжать звезды отечественной эстрады. В стенах ее кафе не раз устраивали закрытые банкеты и представители руководства партии, просе хозяйку пригласить для выступлений Людмилу Зыкину. Но на все письма и звонки артистка отвечала отказом. Виктория Эдвардовна уверяет, свой голос Зыкина берегла пуща бриллиантов. ПЕСНЯ 10 июня 2004 года. На летней сцене в столичном парке Коломенское проходит юбилейный концерт Людмилы Зыкиной. Народный артист отмечает свой 75-й день рождения с размахом. Среди приглашенных гостей звезды отечественной эстрады Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Тамара Гверцетеля. Под открытым небом собралось 7 тысяч зрителей. Подвела только погода. Было пасмурно и собирался дождь. Но по воспоминаниям коллег и зрителей стоило только запеть Зыкиной, как небо над Коломенским посветлело. Неслучайный ее голос многие называли обладающим мистической силой. Но ведь, понимаете, тайна исполнения песен у Зыкиной была своеобразная, потому что у нее такая была и классическая форма, и у нее не было какого-то, знаете, такого вульгарного звука. У нее был мелодичный, необыкновенный голос. И в то же время тайна исполнения, она была настолько искусна, замаскирована, что любая, даже народная песня или романс, она была настолько узнаваема, и подражать ей было очень сложно, потому что у нее были какие-то свои вокальные тайны, как она преподносила. И все было отшлифовано, и все было отработано. То есть, понимаете, она огромное внимание уделяла репетициям. Она очень много работала над своим голосом, потому что у нее вокальные данные, конечно, были абсолютно необыкновенные, природные. И в 1947 году, если женщину приняли в форме не пятницы, вы представляете, девочку в 17 лет взяли на работу, и надо было быть самородком, конечно. Восточная мудрость гласит, поющий голос, что драгоценный камень. В древние времена в странах Востока людей, умеющих звучать, так называли певцов, приравнивали к посланникам богов. Изотерики добавляют, некоторые драгоценные камни могут звучать особенным образом и наделяют этим даром своих владельцев. экстрасенсы и гемологи называют их камнями силы. Как гемолог, как эзотерик, как человек, который слышит голос камней, я могу с уверенностью сказать, что только избранные камни, драгоценные камни могут звучать. У меня в руках уникальная вещь. Это бриллиантовая тиара. Я приобрела ее в Тель-Авиве на бриллиантовой бирже. Таких тиар в мире только две. И как я вижу и слышу, такая же была тиара у Людмилы Зыкиной. Я часто обращаюсь за помощью к своей тиаре. И я вижу, что Людмила Зыкина тоже просила о помощи в свою уникальную тиару, потому что камень помогает сохранить нам самое главное. А самая главная драгоценность Людмилы Зыкиной это был ее голос. Ее уникальный голос. О том, что Людмила Зыкина действительно обладала дорогой коллекцией ювелирных украшений, знали и коллеги, и близкие люди-певицы. Некоторые особенно внимательные зрители уверяли, на сцену певица выходит в дорогих бриллиантовых сережках и в костюмах, расшитых настоящими камнями. Все предположения. Да, у нее действительно была очень красивая коллекция ювелирки. На самом деле красивые вещи, потому что я сам видел. О сумме, на которой трудно, никто не знает абсолютно. Откуда они? Во-первых, она ездила за границу, и, возможно, там покупала. Дальше подарки каких-то, безусловно, почитателей ее таланта. А их было множество. Просто я могу сказать, даже в эмиграции люди слушали ее с удовольствием пластинки. То есть настолько она была популярна. И, безусловно, были какие-то подарки и от почитателей ее таланта, и от, может быть, и от власти имущих. Возможно. Потому что они, и Брежнев ее любил, и кто ее, в общем-то, и не любил. Любили все. Начала она выступать давно, но, ну, естественно, и история-то давняя с ювелиркой у нее. То есть все больше и больше копилось. Но опять-таки поезд из-за границы, потому что часть камней, а их даже в России не были, они явно были привезены. После смерти Людмилы Зыкиной все ювелирные украшения из ее коллекции таинственным образом исчезли. Было возбуждено уголовное дело, и спустя время следователи выяснили, драгоценности ушли с молотка. Но экстрасенс Донна Луна, которая по нашей просьбе расследует тайны жизни и смерти Людмилы Зыкиной, уверена, в коллекции Людмилы Зыкиной был особенный драгоценный камень, так называемый камень силы, и он находится в надежных руках человека, с которым Людмила Георгиевна познакомилась во время одних из своих гастролей. 1944 год. Идет самый сложный год Великой Отечественной войны. До руководства страны доходит информация, которая ставит под сомнение все ценности, пропагандируемые в Советском Союзе. Больше половины солдат и офицеров, комиссованных по состоянию здоровья, в свои семьи не возвращались. Фронтовики влюблялись в молодых медсестер, телефонисток и радисток, а просемьи оставлены в тылу словно забывали. Руководство партии постановило срочно поднять престиж советской семьи. В слове «семья» тепло очага и тепло сердец. В нем любовь и преданность. В нем будущее. Каждый день в нашей стране рождаются около полутора миллионов новых семей. Развод осуждали на партийных собраниях и в рабочих коллективах. А штамп в паспорте о расторжении брака мог стать помехой для приема на работу. Но были среди советских граждан те, кто беспрепятственно мог влюбляться, выходить замуж, разводиться и снова идти под венец. Это представители творческой интеллигенции. В жизни великой российской певицы Людмилы Зыкиной было четыре официальных брака. Первый раз она вышла замуж в 22 года за обычного инженера. Но брак продержался всего три года. Таким же коротким оказалось и следующее замужество. Как позднее признавалась певица, оба брака распались из-за измен супругов. И гордая Людмила сама подавала на развод. Я у нее спросила, я говорю, ну как? Людмила, как вам могут изменять? И она меня, ну, сказала даже с таким предупреждением. Она говорит, дело в том, что такие женщины, как я, ну, таких, как я, наверное, очень много, намного лучше меня, конечно, безусловно. Им обязательно будут изменять. Я говорю, почему? Ну, потому что человек, который изменяет, науга с худшей. В этот момент он так самоутверждается. И вот этот момент, он психологический момент. И она мне говорила, что я готова к этому. И чем ярче я буду выступать, чем ярче я буду сверкать, тем больше я буду в жизни иметь измен. Потому что ни один мужчина с этим смириться не может психологически. Как я уже говорила, именно камень выбирает человека. Но человек должен соответствовать этому камню. История знает немало примеров, когда простые женщины из простых семей покупали себе бриллианты. Маленькие, но бриллианты. Но эти камни уходили от них, потому что камню нужно соответствовать. Эти камни сдавались в ломбард, терялись и даже трескались. Несмотря на то, что Людмила Зыкина была женщиной из семьи простой рабочей, тем не менее она смогла соответствовать такому камню, как бриллиант. Потому что выбрав ее камень, дал ей ту мощь и силу, которой потом она смогла соответствовать. А это очень важно. Но вот ее мужчины не соответствовали этому бриллианту. И, как я говорила ранее, как те камни, которые были у простолюдинок, Людмила Зыкина ускользала, терялась. И вместе с тем ломалась ее жизнь. Близкие люди певицы уверяют, больше всего она переживала развод с последним, четвертым мужем, солистом ансамбля «Россия» Виктором Гридиным. Знакомые Людмилы Георгиевны утверждают, муж изменял ей с солисткой ее же ансамбля Надеждой Крыгиной. Сама Надежда Евгеньевна роман с мужем Великой Зыкиной отрицает, уверяя, что любовь случилась уже после их развода. Это уже потом у нас, уже где-то, может быть, 92-й, 93-й год у нас. Ну, начались романы, когда Гридин ушел, абсолютно уже ушел от Зыкиной. Они общались, они продолжали общаться. Но у них уже все, их ничего не связывало, ни как мужа, ни как жену. Просто это были два коллеги, которых в свое время, конечно, связывали близкие УЗы. Любовь, естественно, потому что я не верю, что просто Гридин взял и женился на Зыкиной по расчету, а Зыкина прям взяла Гридина тоже из-за расчета. Ничего подобного. Там были чувства, там были отношения, которые, это жизнь. Они сегодня, эти чувства пылкие, страстные, а потом они приходят в норму, а потом они входят на нет. Появляется Надя Гридина, неразлучница, не злобная. Зыкина меня как уважала, так и царство небесное уважала. Она даже сама как бы была, никаких возражений, никаких претензий к нашему браку, она не верила. Надежда Гридина уверяет, при жизни Виктора Гридина Людмила Зыкина относилась к их семье благосклонно, помогала с работой, дефицитными продуктами, часто приезжала в гости. Все изменилось в апреле 97-го года, когда баяниста виртуоза не стала. Концертная деятельность для его вдовы Надежды Крыгиной была закончена. Она уверена, руку к этому приложила сама Людмила Зыкина. Начались немножко на меня гонения. Сильные, крепкие гонения. Меня отовсюду просто, меня нигде не было. Я была, слава тебе господи, только в оркестре Осипова. И то в оркестре Осипова у них же не только Надя Крыгина солистка. Они там, когда от случая в случаю Николай Николаевич меня приглашал, как бы и поддерживал. Но это оркестр Осипова, это у них есть еще, помимо, у них есть свои концерты, огромные свои мероприятия. Поэтому вот так. Я сидела без работы, я сидела без куска хлеба, я сидела просто вот, просто, просто вот. Думала или, или туда, или жить. Один из главных вопросов, который долгое время задавали себе коллеги Людмилы Зыкиной, кто ей помогает расправляться с неугодными? Власти? Влиятельные поклонники? Или сама Людмила Зыкина наделена такой силой? Как бывало у Зыкиной, чем я был свидетель. Вот говорили, ну вы, кто в концерте? Говорили, вот такая, такая, и такая-то. Она говорит, что Зыкина 2, 3, 4? Ну, они пытаются быть на вас похожими. Она говорит, зачем на меня быть похожим? Пусть они ищут себя, пусть они на себя будут похожими. Эзотерики уверяют, устранять неугодных, так как делала эта великая певица, могут лишь люди, наделенные тайными, сакральными знаниями. Владела ли ими Людмила Зыкина? Эзотерик Донна Лунна, продолжая мистическое расследование в эфире нашей программы, на этот вопрос отвечает утвердительно. Да, владела. Но кто наделил ее имя? Эту тайну еще предстоит раскрыть. Россия, Россия, ты такая одна. Каждый костюм Людмилы Зыкиной произведение искусства. Артистка никогда не выходила на сцену в одном и том же платье. Концертные костюмы привозила из-за рубежа или же шила у именитых портных. Некоторые зрители и критики певицы были уверены, орнамент на ее платьях дополняют драгоценные камни. Она коллекционировала произведения искусства в камнях. И она себе говорила, у меня, вот посмотри, даже бывало в концерте, зайдешь, но она сама принимала решение, посмотри, какие, ну что вот это надеть сегодня на концерт или на это. Я помню наши поездки на север к Газовикам. Мы часто ездили. Людмила говорит, ну у вас здесь все слепит глаза. Я не знаю, какие, я не знаю, что, чего. Она говорит, у меня все, у меня вот ее страсть, жемчуга, у меня, кроме камней настоящих, у меня все, все, все настоящее. Я говорю, а как вы их возите, не боитесь? Я вдруг украду. Кто у Зыкиной украдет? Она артистка. И любая артистка выходит с большими украшениями. То, что, что видели в зале. Когда что-то малипусенькое, человек одеет, это просто не смотрится. И Зыкина как раз любила очень большую ювелирку. такую насыщенную, активную, чтобы люди видели, что у нее красивый, больший вид. Это фотография с последнего концерта Людмилы Зыкиной. Ювелир Яков Блюменкранц присутствовал на нем и смог сделать снимок. Его, как ювелира, гемолога, антиквара, в первую очередь интересовали украшения Людмилы Георгиевны, о которых слагают легенды. Это, в общем-то, один из последних концертов, который давал Зыкину. Вот сделал ее несколько фотографий, вот они у меня есть. Это очень знаменательная фотография, потому что больше-то ее и не было. И мы видим у нее гарнитур, старинный гарнитур с большими камеями и такое же кольцо, серьги и кольцо. Очень большого размера, яркое, броское. Прекрасно выполнено. Я думаю, что это хороших несколько тысяч долларов у нее стоит, вот этот набор, то, что она одела сюда. И причем и вещи старые, это не новые. Я видел у нее очень крупные сафиры, в ушах и на пальцах. Очень красивые, большие, порядка, может быть, ну, не меньше 20-30 карат. То есть это достаточно крупный, где-то вот такого размера. Он может стоить и 300 тысяч долларов, и 400 тысяч долларов. О том, что Людмила Зыкина владеет уникальной коллекцией ювелирных изделий, в Советском Союзе знали, кажется, все. Близкая знакомая певица, бизнес-леди, актриса Виктория Лазич уверяет, украшения певицы стали яблоком раздора между ней и дочкой генсека, Галиной Брежневой. Галина Леонидовна, тоже имеющая страсть к дорогим украшениям, попросила Людмилу Зыкину продать ей часть изделий, на что получила категоричный отказ. Брежнева дружила с женой Щелокова. И вот это как раз все движение с ювелиркой через них проходило. Всегда у них было, конечно, желание большие вещи с афирами, с бриллиантами. Но, когда вы сейчас смотрите любую эстрадную певичку или там тоже Волочкову, вы увидите какие-то сумасшедших размеров кольца. Но тогда таких не было. Тогда даже было и неприлично такое одеть. То есть это были довольно-таки красивые вещи, хорошо выполненные, с хорошими камнями, но не сумасшедших размеров, как сегодня. Виктория Лазич уверяет, после того неприятного разговора двух влиятельных дам, Брежнева навсегда вычеркнула Зыкину из списка подруг. Уверяя, что такая певица не в ее музыкальном вкусе. Мы никогда не дружили. И некоторые нюансы, потому что Галина Леонидовна не была ее поклонницей. И нравились другие виды искусства, потому что ей же цирк нравился, понимаете, и нравились романцы. То есть она никогда не была кумиром. Общие знакомые Галины Брежневой и Людмилы Зыкиной уверяли, обиженная дочь генсека просила своего отца закрыть Людмиле Зыкиной выезд на зарубежные гастроли. Но генсек, покоренный голосом Зыкиной, просьбам дочери не внял. 1987 год. Созданный Людмилой Зыкиной ансамбль «Россия» отправляется на гастроли в одну из ближневосточных стран. Солисты коллектива вспоминают, на каждое их выступление приходил мужчина восточной внешности с огромным букетом цветов. Певица всегда принимала букет, но от предложений продолжить знакомство несколько раз отказывалась. Лишь в последний вечер по воспоминаниям артистов Людмила Зыкина пригласила мужчину в свою гримарку, где вела с ним долгий разговор и тихо пела свои песни. Однажды, увидев Людмилу Зыкину «Алмаз отечественной музыки», этот мужчина влюбился в нее навсегда. Я вижу этого мужчину. При жизни Людмилы Зыкиной их любовный роман не сложился, но она осталась его драгоценной памятью. 1 июля 2009 года сердце великой Людмилы Зыкиной остановилось навсегда. Близкие люди уверяют, певица, словно предчувствуя свою смерть, в последний год своей жизни отменила большинство запланированных концертов. Почти все время она проводила в своем доме на Волге, который она так любила и где чувствовала себя по-настоящему счастливой. Девятый день ухода Люсеньки на земле. И этот день моего рождения 9 июля. И какие-то собрались знакомые, кто-то слова говорил, все и тихо, все пришло к концу, и моя дочка уже с внучкой большой в час ночи, наверное, ушли на Зыкинскую скамейку. на Люсину. И вернулись они потрясенные настолько, что я об этом даже позволяю себе рассказать. Час ночи. Все замерло. Там, вдали, за Волгой где-то какая-то деревня чуть-чуть видна. Волга вся в белом тумане, как в молоке. И они сидят у меня на скамеечке. И в это время вдруг раздается голос Люси. Издалека долго течет река Волга. И начинается песня. ниоткуда семь домов нашей деревни молчат. темные. Та дальняя деревня откуда голос? Они пришли потрясенные искали мама откуда. Я говорю ну Люся нас не оставила и в эти моменты. Певица не оставила завещание. И после смерти ее уникальная ювелирная коллекция, которую она собирала в течение всей жизни, исчезла загадочным образом. Близкая знакомая певицы, актриса и бизнес-леди Виктория Лазич уверяет, кража дорогостоящей коллекции планировалась еще при жизни певицы. И сама Людмила Зыкина знала об этом. Понимаете, люди, которые находились в тесном общении с Людмилой Георгиевной, они уже дрались за эти украшения. Они не могли уже найти общего языка. И, вероятно, там была очень большая проблема возникла, очень плохая история. И эта история, она не расследовалась. Она таки стала закрытой, она стала таинственной. Но все, что произошло, нехорошее, это сделали только очень самые близкие. Когда скандал из-за наследства королевы русской песни перерос в уголовное дело, часть уникального собрания вместе с личными вещами Людмилы Зыкиной были обнаружены в доме помощницы Татьяны Свинковой. Нашлись уникальные серьги Людмилы Георгиевны, перстни с драгоценными камнями, ожерелья. Но вот та самая теора, которая, по мнению эзотерика Донны Лунны, обладает не только баснословно высокой стоимостью, но и сакральной способностью оберегать своего владельца, словно канула в лету. Была обнаружена лишь небольшая часть ювелирной коллекции Людмилы Зыкиной, но самая основная драгоценность ее бриллиантовая тиара так и не была найдена. Я вижу, что тиара Людмилы Зыкиной как сестра близнец моей тиары, которую я привезла из дальних странствий. И поэтому мне очень легко входить в контакт с этими драгоценными бриллиантами. Я вошла в контакт с этими драгоценными камнями, которые находятся в этом украшении. И они мне сообщили о том, что эта прекрасная тиара была подарена именно тем восточным мужчиной, который был так в нее влюблен. После смерти Людмилы Зыкиной эта мистическая тиара попала в руки ее родственнику. Но он смог только оценить материальную ценность этой вещи. Но понять силу и мощь энергетическую ему так и не удалось. И он перепродал эту вещь. Я вижу, что магическая тиара вернулась к своему хозяину. И он ее выкупил в память о Людмиле Зыкиной. Слова эзотерика Донны Луны, ведущей свое мистическое расследование и выяснившей, что магическая тиара Людмилы Зыкиной была подарена и восточным мужчиной, получили подтверждение и официального следствия. Правоохранительные органы нашли мужчину, выкупившего у наследников певицы ту самую тиару. Этим мужчиной оказался наследник иранского шейха Давуде Аббаса Ахмаде. По воспоминаниям солистов ансамбля «Россия», именно с ним на гастролях в одной из стран Востока и встречалась Людмила Зыкина. Людмилу Зыкину коллеги и близкие называли родившейся подсчастливой звездой. Частые концерты, зарубежные гастроли, любовь властей и зрителей, большая квартира в центре столицы и коллекция дорогих украшений. Но принесло ли все это певице счастье? Близкие люди Людмилы Георгиевны говорили, уже под конец жизни она сокрушалась, что нередко меняло тепло человеческих отношений на блеск бриллиантов. Анализируя жизни известных людей, артистов, политиков, бизнесменов, их души и тайны раскрываются передо мной как росы драгоценных камней. Каждый из них добился успеха в своем деле. И каждый из них был достоин того камня, которым он обладал. Но важно не только соответствовать выбранному камню, но и совладать с его энергетикой. Ведь мало кто может противостоять страсти и коварству рубина, сверхпрагматизму сапфира и материализму изумруда. А противостоять мощи и силе бриллианта могут только единицы. И, как говорят мои камни, на исходе своей жизни Людмила Зыкина тоже не смогла справиться с силой и мощью своего талисмана, своего алмаза или бриллианта. Может быть, поэтому она уходила из жизни одинокой и глубоко больной женщиной. И, может быть, поэтому ее драгоценнейшая коллекция ювелирных украшений после ее смерти была продана с молотка или разворована. Поэтому я хотела бы дать совет всем нашим зрителям. Какими бы богатствами, драгоценностями вы не обладали, самый драгоценный камень – это бриллиант вашей души. Храните его, берегите, несмотря ни на что. Здесь мой притча И здесь мои друзья Все без чего На свете жить нельзя С далеких плесов Звездной тишине Другой мальчишка Подпевает мне Субтитры Продолжение следует...